Совсем скоро вечный огонь украсят сотни красных гвоздик и тысячи горожан почтут память падших воинов. Но все же главными героями будут участники войны. С каждым годом их становится меньше. Сейчас в Нижнекамске живут 97 фронтовиков. Многие из них уже не в состоянии ходить. Однако внимание будет уделено каждому герою. Во всех организациях проходят праздничные мероприятия, участвуют в ветеранах, в школах будут проходить, на производственных предприятиях, организациях. Поэтому мы с вами должны к этому детально подготовиться. День Победы – любимый народный праздник. Готовиться к нему начинается задолго до самого торжества. В преддверии 9 мая горожан ожидают эстафета, автоматопробег, парад, бессмертный полк и, конечно же, салют. Самое главное, чтобы это знало подрастающее поколение. Вот с этой целью мы будем проводить и Пленум Совета ветеранов 13 апреля. Гордимся, что у нас есть день, есть наше государство, есть республика. То, что мы живем сегодня в мире, в согласии и дальше будем так жить. К празднованию Великой Победы готовят и сам город. В скором времени начнут украшать улицы и скверы. Тематическая иллюминация светит главные здания. Ежегодно к 9 мая мы готовим уличную территорию, то есть приводим ее в порядок. Плюс к этому мы занимаемся озеленением. То есть в этом году на 9 мая у нас планируются тюльпаны каждый год, чтобы это было ярко, красиво. Ровно месяц остался до 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Весь город готовится к этой дате. Главные городские службы уже проинструктированы и начинается активная подготовка к проведению праздника. Анастасия Попова, Максим Липин, Новости НТР. Попова, Максим Липин, Новости НТР.